Пока шло голосование за Dying Light, я в крысу начал делать видос по старенькому, но добротному шуторку, незаслуженно обделённому вниманием. И как можно было догадаться, это будет шторм. И не будем тянуть кота за хвост, а сразу рванём к сюжету. Дело, значит, происходит в 26 веке, а протагонистом выступает Грейсон Хант, алкоголик, малолетний дебил, в душе, дебошир, грубиян и по совместительству командир элитного отряда Мёртвое Эхо. Этот отряд работал на конфедерацию, а теперь пиратствует на просторах космоса, да отбивается от всяких наёмников, пришедших за их головами. Как до этого дошло? А это нам и поведают дальше, ведь игра стартует с момента допроса одного товарища, пришедшего за головами нашего отряда. Но, как говорится, пацан к успеху шёл, но не дошёл, ибо сейчас он связан, и рассказывает, что за головы нашей команды назначена довольно приличная сумма, но недостаточно приличная, по мнению главного героя. Да и вообще там время сброса мусора, поэтому дядя улетает бороздить просторы космоса. Икста, награду назначил какой-то генерал Сарана, с которым, впрочем, нам ещё предстоит познакомиться дальше, потому пока что отложим это. Ведь сейчас, пока Грейсон пытается открыть двери, мстительный исследователь космоса решил отправить предсмертный подарочек. А теперь, минутка уроков английского языка с русскими локализаторами. Ну короче, это начало игры, так что никто не отправляется составлять компанию нашему космотуристу, а вместо этого знакомимся с механикой QuickTime Event, который в те времена пихали где только могли, но конкретно здесь он довольно хорошо обыгран. А затем двигаем дальше к капитанскому мостику. По пути же можно познакомиться со всей командой, но смысла в этом особо нет, ибо ребятам осталось не так уж и долго. Ну вот типа, док, эм, ещё какой-то чел. Ну и конечно же Иши, довольно адекватный азиат, которому, впрочем, не везёт по жизни. Да что уж рассказывать, как раз начинается движуха с невезением. Дело-то в чём, по удачному стечению обстоятельств, наш отряд оказался аккурат около крейсера конфедерации, на борту которого стопудово обитает сам генерал Сарана. Тот самый пиздюк, заказавший наших героев, да который спит и видит, как нас порешают поскорее. Только понимаете ли, у нашей команды маленький кораблик, считайте шлюпка, а там целый крейсер, в сотни раз больше. И казалось бы, не попрёшь против него, и пора сдавать назад. Но как водится, батя Грей нахуярил водочки, и решил сцепиться по пьяни с дедом Сарана. Вот так и начался налёт мыши на слона. И бес его знает, как так получилось вообще. Но каким-то божественным провидением, мелкому кораблику удалось подбить гигантский крейсер, устроив совместное падение на ближайшую планету, путём фееричного тарана. И пока наш герой приходит в себя, нас переносит во флэшбэк десятилетней давности. Аккурат в последнее задание мёртвого эха на службе у Сарана. Они шли на выпиливание одного опасного террориста. Изобретательно и бесшумно выбирая маршрут. И как ни удивительно, цели они своей достигли. Но Иши, покопавшись в записях мужика, раскрывает неожиданную инфу. Дело в том, что в этот раз они убрали Брейсона Новака. Типа журналиста, который имел много компромата на делишки Сарана. Да и всего отряда наших героев. Ну и ещё оказалось, что они убивали не террористов и всяких подонков, а довольно мирных жителей, которые просто мешали генералу и могли немножечко так пойметь его в той или иной степени. В общем, осознав, что из наших друганов сделали отряд уёбков злодеев, было решено свалить куда подальше от сил конфедерации. А у последней цели, между тем, осталась маленькая дочь, которой явно придётся довольно нелегко без Бати. Тем не менее, флэшбэк закончился. Грейсон просыпается после мягкой посадки и оказывается, что все живы-здоровы. Ну, кроме бедняги Иши, который будто жопой чуял, что хорошо всё это не закончится, но и теперь находится на грани смерти. Однако его всё ещё можно спасти, потому наш путь лежит через метатек за батареями, чтобы присобачить к нему роботчасти и спасти мужика. Мешать же нам будут местные аборигены. Это такие рейдеры, которые называют себя черепами. Их же можно достаточно сочно накрашивать в труху. Плюс мы добываем очень удобный хлыст, открывающий кучу возможностей. Кратко, это оружие из-за одного приблуда с искусственным интеллектом. С его помощью можно хватать вражин, пиная в разные стороны. Или просто уничтожать в полёте. Ну и, конечно же, подрубаться к разным терминалам, прокачивая оружие и закупаясь амуницией. Вообще, об этом ещё немножко дальше расскажу. Но сразу отмечу, что геймплей здесь стоит выше сюжета. И играть в Булли Шторм нужно обязательно. Ведь у нас тут один из самых лучших шутанов. С кучкой приятных механик и комбинушек. В общем, раскидав ещё пару ребят, добываем батарейку. И двигаем спасать Иши. И теперь время попрощаться с нашей командой. Ведь пока наш азиат латается, аборигены наносят ответный удар, который выносит мужиков. Остаётся в живых только Грейсон и сам Иши. Который теперь наполовину У него, так сказать, появилась электрошиза. Ведь за его новые механические части отвечает искусственный интеллект, который время от времени берёт верх над владельцем, пытаясь надавать пиздюлей Грею за все его грехи. Ну или просто унизить его как можно сильнее. Но всё же на срачи и пиздюли времени у нас нет. Ведь хлыст подаёт сигнал от выживших с крейсера Сарана. А значит, его можно отыскать и напихать ему по самой небалуй, чтобы потом спокойно выбраться с этой планеты. И теперь это наша основная цель. Только вот Иши с его искусственным интеллектом решает, что генерала убивать нельзя. Ведь именно он является билетом с этого райского уголка. А вот Грей наоборот, каждой клеточкой своего тела желает как можно быстрее и жёстче разделаться с генералом. Но выбора особо нет. Надо соглашаться с Иши. И сначала его нужно подзарядить. И бароба части скоро отрубятся нахуй. А вот уже по пути можно поговорить про местную боевую систему. По локациям разбросано довольно много разных объектов. Типа бочек, которые можно пинать во врагов. Или врагов в них, чтобы те взрывались, накалывались на шипы, травились, танцевали под электро. И вообще можно вытаскивать кишки в течение 10 минут. Ну или что-то вроде того. Короче, развернуться есть где. В придачу с хлыстом пришли разные испытания. И сочное устранение врагов. Отличающиеся на каждой пушке. Из-за которой дают очки стиля. Которые уже можно потратить на прокачку и покупку снаряжения. И конечно же способов раздобыть очки довольно таки много. От банального знакомства гадов с шипами, до так сказать, анального секса. Нет, правда. Камбуля так и называется. Еще, например, можно использовать отравление и переход садистычей на альтруистычи. Путем выдачи противоядия разного калибра. В общем, в плане боевочки скучать не придется. А тем временем, Иши наконец-то может подзарядить свои батареи. Чтобы уже спокойно двинуть к поезду до города. И знаете, у главного героя есть одна интересная особенность. Где бы ни появлялся Грей, каким-то боком он умудряется всех вокруг доводить до белого коленя, придачу все окружающее, так и норовить развалиться или взорваться. Потому и в этот раз каким-то хреном уматывая на поезде, у него получилось подорвать станцию и скинуть за собой гигантское колесо, которого будто магнитит на наш поезд. Из-за чего приходится не только отстреливаться от разъяренных ребят на мопедах, так еще и газовать, что есть силы, стараясь не попасть под это колесо. И вообще сразу скажу, что игра не дает заскучать, постоянно подкидывая разные ситуации. Чаще всего абсурдные, но супер динамические. Из-за чего вся игра пролетается просто на одном дыхании. Короче, от колеса удалось вернуться, Но какой ценой? Ценой расхуяренного этим самым колесом моста. И теперь остается только спускаться в ущелье, где местный убер уже подгоняет нам вертолет, на котором вроде бы даже можно улететь отсюда. Только прежде нужно пройти через большие пещеры, в которых подозрительно мало врагов и подозрительно много обглоданных костяшек. Да слегка большие яйца. Ничего подозрительного. Давай расхуярим их, чтобы не мешали пройти. Почему нет? А, вот почему. В панике разносим еще больше яиц, пока их мать или батя не настигли наших героев. Допрыгаем на вертушку, наблюдая, как нечто ломает целую гору от горящей задницы. И как бы там ни было, смекалочка помогает оторваться. Только вот вертушка так не думает. Девочки, вы упали. Что же, придется добираться на своих двоих. И, к счастью, в этом районе приземлилась спасательная капсула одного из солдат Сарана. Если быть точнее, это девушка. Причем, довольно-таки умелая и способная надрать кучку задниц не хуже нас. И догнать ее необходимо, чтобы уже с ее помощью выйти на генерала. И буквально в первой встрече с ней можно понять, что записываться в друзья она вообще не горит желанием. Потому шлет нас куда подальше и дает драпу. Как бы там ни было, бросаемся в погоню через тематический парк развлечений с механозаврами и мини-городом, где можно еще немного понаслаждаться ультранасилием, завладевая личной игрушкой гребаного уничтожителя, просто раскидывая бедолаг, не оставляя им даже малейшего шанса. Только, увы, недолго музыка играла, недолго Дина все крушил. Все мы ломали игрушки в детстве и понимаем его утрату. Но времени нет, нужно спешить. И следующий пункт Дамба, на которой, к слову, предстоит столкнуться с новым местным контингентом бандой черви. Это вообще наглухо отбитые выродки, которых левом не кормит, дай пожестить. А еще незаглядые враги черепов. Однако, это вообще ничего не меняет для нас. Поэтому также крошим их, разными способами, пока пытаемся добраться до прижатой к стенке Тришке. Так и зовут нашу новую знакомую. Естественно, она сначала настроена крайне враждебно, ибо наслышана о 9 тысячах жертв, мертвого эха. Однако, убедительный и очень вежливый Иши, способен склонять на свою сторону. Не верю, что я тебя выебу. Потому, теперь мы вместе будем стараться выбраться из этой жопы. И когда предстоит пройти через Дамбу, а прямых мостов нет, что нужно делать? Правильно разносить генераторы к хуям. Да и вообще вредить как можно сильнее. От одного генератора ведь ничего не будет, да? Ну, или от двух. Ну, хотя бы все стали живы. Из реально плохого, мы теперь в запретных местах. Считайте диких. Ну, и вести себя нужно здесь максимально тихо. Пиздец. Что? Меня заставили. И пробравшись чуть глубже в город, дикая природа берет свое. Да еще берет Иши. Потому попутная задача отыскать его и записаться в садовнике, чтобы устроить вроде как единственный босс-файт в игре. Странное решение, но сама стычка была довольно динамичной и познавательной. Не ходите по газонам, пацаны. А то мало ли. В общем, сигнал кибернапарника идет снизу, потому будь только один. И я не знаю, как так получилось, но спрыгнув под землю, мы вышли на поверхность. Аккурат к обрушенному зданию, которое крайне удобно представляет собой мост к центру города. А пока пересекаем местность, Тришка рассказывает, что Сарана было поручено расчистить эту планету от мутантов и местной швали, для чего он направил сюда своих бойцов еще за год до событий игры, чтобы заодно испытать кандидатов в финальное эхо, эдакую замену отряду главного героя. Но, уже по традиции, по плану вообще ничего не пошло, и вернулось назад всего пару живых человек. А операция, громко пернув, провалилась. И можно сказать, что нынешнее появление крейсера у планеты, это дубль 2, только с новым планом. И кстати, как я уже говорил, крайне может нормально пройтись где-либо, потому что все начинает ружиться, и только с помощью лифта, и десятка бочек со взрывчаткой, удается выбраться с того мостика. А дальше монорельс, на котором Тришка продолжает свою историю. Фишка в том, что еще в прошлый раз червей и черепов они побороть могли, даже очень просто. Они ж тупые, а вот кто уже был реально им не по зубам, так это выжигатели. Это полноценные мутанты, к местам обитания которых мы и движемся, мать их, за ногу. Да и они не заставляют себя ждать, накидывая со всех сторон и гарантируя мягкую остановочку. Ну и как вам сказать, вот выжигатели, гроза всех местных и посторонних. Вся проблематика в том, что убить их можно только стреляя по светящимся отросткам. Да, но если говорить откровенно, то они еще менее опасны, чем все остальные. Если не берет оружие, можно просто пинать их на какие-нибудь шипы или просто в пропасть. Тем самым варшоте их и оставляя боезапас нетронутым. Кто реально может дать по жопе, так это гигантский выжигатель, который даже не имеет отростков, через которые его можно загасить. Но тут на выручку приходит смекалочка и вертолет с, наверное, бесконечным запасом топлива. Очень красиво. Что же, почти достигну своей цели, Тришка летит вперед батьке, потому проваливается вниз и компьютер выше не намерен ей помогать, потому как ощущает приближение к генералу и, соответственно, к своему спасению. Потому мы разделяемся. А подружка просекает, наконец, что Грей намерен дать леща и сломать колени Сарана, а не просто свалиться всеми. Потому, само собой, возникает конфликт, который, впрочем, разрешается событием из начала игры. Ведь оказывается, что тот репортер был батей Тришки, а та девочка, которая осталась одна, соответственно, его дочь. Естественно, Грей не рассказывает, что это лично он завалил цель. Но того, что именно Сарана отдал приказ на убийство, хватает, чтобы снова перетянуть девчонку на свою сторону. Вопрос только один. Неужели она вообще не помнит тех мужиков, которые были в шаге от нее? Нет? Ну ладно. И вот чуточку дальше я было решил, что новый босс неизбежен. Как вдруг... Не получилось, не фортануло. Мне тоже нечего сказать. Пошли дальше. Снаружи город начинает рушиться, и причиной тому, как заметила Тришка, один идиот, похеривший кладку яиц в одной пещере. Да... Так вот, родитель очень недоволен, и это прямо Годзилла, которая твердо намерена мстить. Опять гигантская пизда, блять, вылезает на землю и полезла, блять. Ну и теперь нас ждут незабываемые и прямо добротные политушки на вертолете, с отстрелом болванчиков и начесыванием шейки ящеру. Я уже говорил, мать вашу, что эта игра не перестает подкидывать новые события. Удерживая внимание и ощущение приключения. Сейчас это реально редкость в играх, к сожалению. Но это я отвлекся. Пока мы кошмарим ящерку, Иша добирается до Сарана, который оказывает медвежью услугу и кормит Годзиллу вкусняшкой. И вот долгожданная встреча Грея и генерала-долбоеба. К слову, сам генерал получился чертовски добротным персонажем, который в карман за словом не полезет и всегда ужасно самоуверен. Впрочем, все персонажи здесь хороши и расклад такой. Иши на стороне генерала, Тришка хочет ответов, а Грэ желает крови. Что же делать? А особо ничего. Главный герой так-то обещал Иши не трогать долбоеба, пока они не выберутся. А генерал говорит, что они прилетели запустить ДНК-бомбу, которая через два часа рванет и совершит фееричное отделение местного населения на ноль. Ну и чтобы не отвечать на тупые вопросы, Сарана просто сбрасывает Тришку нахуй. Ставь класс, если тоже мечтаешь о такой же способности уверенно вилять от неудобных вопросов. Теперь наш побудчик сам генерал, который рассказывает немного интересной информации. Во-первых, по всему городу масса подземных ходов. Во-вторых, начинается целый уничтожающий все живое шторм. И чтобы под него не попасть, нам как раз и нужны эти тоннели. А дальше больше. Город строился как Крорт, а вот строили его преступники, которые в надежде на свободу пахали здесь просто так. Ну и жили под землей, меж теми самыми ходами. И представьте себе, десятки тысяч работяг жили в месте, где сбрасывали отходы от работы гамма-фильтров, спасающий город от штормов, которые уничтожают все живое. И эти отходы, естественно, вызывали мутации, болезни и массовые смерти. А так как даже тупые уголовники не собирались дохнуть и мутировать в нечто, они подняли бунт и разнесли вообще все тут к хуям. В итоге, образовав разные банды и развязав войну между собой. А как вишенка на торте, и ты, местные туристы, которые не успели спастись, превратились в тех самых выжигателей. Честно сказать, довольно печальная ситуация для такой драйвовой и веселой игры. Как бы там ни было, мы выбрались наружу и уже у входа на корабль с ДНК-бомбой. Я просто похлопаю. А уже внутри, совсем не подозрительно, Сарана заходит за двери. Она составляет за ней, под предлогом того, что бомба деактивируется с двух сторон. И после водокода, ожидаемо, бомба активируется. Сам же генерал, ухохатываясь, дает деру на спасательный корабль. И хер знает, что было бы дальше, если бы не выжившая Тришка, которая помогает снова сесть на хвост Сарана, но уже с целью завалить его. Благо, спасатели приземляются не особо далеко, и мы успеваем на их корабль в последний момент. Внутри же, само собой, генерал начинает выебываться и юморить в своем стиле, запирая команду в одном из отеков, что, само собой, не приносит результатов, ибо Тришка отдельно пошла по вентиляции давать ему пизды, а Иши своей смекалочкой открывает путь и нам. После чего по красоте все одновременно добираются до Стрика, который развалился в кресле как хозяин обстановки, да попивает бутылочку крепкого. При этом даже под дулом пушки он не меняет своего настроя и интонации, хитрожопа начиная вываливать секреты мертвого эха, что именно Грей убил отца Тришки, так сказать, лично. Но и главный герой не Даун. Ему есть чем ответить и как объясниться, однако попизделки перед врагами никогда не доводили до хорошего. И Сарана спокойно берет под контроль компьютер Иши, чем знатно портит обстановочку. И тем не менее все идет не совсем по его плану, ведь наш японский друг борется с компом в голове, выхватывая маслину аж дважды и выдает напутствие. Но я уже говорил, что попизделки до хорошего не доводят ни героев, ни злодеев, поэтому стартует финальная КУДЕшечка, позволяющая угомонить генерала. И вот последняя часть провожает нас с катсценой, где Дришка прощает Грея, а едва живой Сарана сбрасывает парочку обратно на планету, где вот-вот рванет ДНК-бомба. Тем не менее марш-бросок до последней спасательной капсулы, которую ГГ приметил еще раньше, решает проблему. И теперь на фоне улетающих героев и пиздеца бесконечных стычек на планете нам демонстрируют, что бомбы детям не игрушка. А Тришка и Грей решают окончательно покончить с психопатом-генералом. Заделный сиквел явный, но увы, зеленого света разработка так и не увидела. И нам только остается услышать, что Иши выжил и остался в лапах у Сарана. И это был Bulletstorm. Сказать могу только одно. Игра отличная и я рекомендую ее каждому, кто ее пропустил в свое время. Так что дерзайте, а я пошел заниматься победителем голосовалки. Всем до скорого, народ.